Здравствуйте зрители и гости моего канала! Сегодня мы будем печь с вами хлеб, который я сама, можно сказать, опытным путем вывела. Будет похож на бородинский. Для этого нам понадобится мука, вода, масло подсолнечное, это для смазывания формы, дрожжи, сахар. Получается 3 стакана муки первого сорта, чайная ложка соли, чайная ложка дрожжей и треть чайной ложки сахара. И вот здесь у меня сухой квас. Сухой квас самый темный берете, просеиваете и 3 столовые ложки без горки вот этого кваса. Так, приступим к хлебу. Итак, приступаем. Соль я уберу сразу в кастрюлю, потому что соль смешивать с дрожжами ни к чему. А сахар, дрожжи и сухой квас в стаканчик. Засыпали это в стакан, заливаем водичкой. Немного. Нам надо, чтобы только это смешалось. Можно не в стакан, кому как удобнее. У нас получится как заквасочка такая. Дрожжи за одним поднимутся. Пока это заквасится у нас. Там у меня сахар, дрожжи, сухой квас и вода. Сейчас мы это смешаем немного и оставим. Так, отставляем в стороночку. 3 стакана муки, соль, чайная ложка у меня и 3 стакана муки я засыпаю. Вот я вам сказала, пропорции какие делаю на одну булку. Но здесь у меня... Мука опять полетела. Здесь у меня побольше, потому что я сделаю еще булочку, дочери отнесу. Теперь заливаем воду. Вода чуть теплая. Вот прям чуть тепленькая. Стакан. Стакан и треть стакана еще наливаете. Здесь уже постояла, пеночка образовалась. Это выливаем все сюда же. Хлеб получится, будет пахнуть прям кваском такой вкусный. Так, и теперь смешиваем все это. Я руками не замешиваю, как уже говорила в предыдущем видео о хлебе. Замешиваю вот так лопаткой. Примерно минут 8-10. Получается, надо смесить так, чтобы отлипало тесто от стенок и от лопатки. Сейчас оно очень липкое, а должно быть, чтобы отлипало. То есть мы изображаем тесто-месу, если можно так сказать. Часто вижу в видео, хлеб без замеса. Ну вот как без замеса, все равно же ведь замешиваем. Не так же, чтобы прям сыпали все, смешали просто и все. Так, вот так замешиваем 8 минут. Сейчас смешаю и включимся обратно. Замесили тесто. Вот такое оно получилось. Оно уже вот к рукам не лепится. Лопаткой я которую замешивала, вот смотрите, уже вот раз-раз и от нее отстает. Не залипает. Все, теперь мы его накрываем крышкой и ставим в теплое место. Один раз поднимется, подмяли. Второй раз поднимется, подмяли и начнем делать дальше. Прошел час времени. Тесто я уже обминала. Сейчас продолжим делать дальше. Соберу сейчас его более-менее в клубочек, в колобочек. Чтобы можно было потом раз и вытащить. Без лишних потерь на стенках. Так, видите, отлипает от лопатки, все хорошо отстает. Смазываем форму. У меня обычная хлебная форма. И вторую форму силиконовую приготовила. Рукой в масле. Подминаем еще вот так. На стол муки. Думаю, будет достаточно. Теперь вот так раз и выкладываем. Так, мне надо на две разделить. Отделю вот на вторую маленькую булочку. Формуем булочку. Шпищит. Вот надо стараться, чтобы не было пузырьков наверху. Иначе эти пузырьки потом сильно поднимутся и могут пригореть. В муке обязательно надо обвалять. Иначе к форме может прилипнуть пузыречек. Так. И форму. Маленькая булочка также. Тут совсем маленькая булочка. Ну какая будет, такая будет. Вот гладенький, чтобы вверх был. Можно вот так под низ подмять. Так. Второй. Все, хлеб у нас в формах. Сейчас ставим его в печку для дальнейшей расстойки. Думаю, ну, около минут 40-50 может быть. Вот эту булочку чуть-чуть вот так сдвину. Сверху не пришлёпывайте. Ну, некрасивые булки могут получиться ровные. Смотрю, многие пришлёпывают. Я уже об этом как-то говорила. И для того мужчины, который писал, что у тебя такая безобразная форма, типа с рождения не мыл никто. Форма у меня рабочая. Смысла не вижу её прям шуркать. Потом из неё булка не вылезет просто. Это не грязь, это нагар. Вот это вот форма силиконовая. Если кто знает рецепт, подскажите, как её можно чем оттирать. Запекала в ней рыбу и всё, она с тех времён так и не отшуркалась. Так, отвлеклась. Ставим в печь, в чуть тёпленькую. Сейчас её включу. Чуть-чуть тёпленькая, чтобы была. Закрываем дверку. Ждём, чтобы поднялся, поднялись, как я говорю, мордочки. Потом включимся. Всё, поставила в печку. Ну, вот так изначально смотрится. Потом увидим, что будет. Ну, вот наш хлебушек поднялся. Сейчас я его включу на 180 градусов. На минут 50. Там будем смотреть всё равно. Может убавить, прибавить температуру. Но в среднем вот так. Всё, будем ждать выпечки. Всё, готов наш красавец. Осталось вытащить. Вот так раз. Формочку убираем. Форма горячая, ужасная. И ставлю хлеб всегда на решётку. Ай, горячий. У меня вот такая решёточка. Когда-то папа делал. Поставим на решётку. Вот эту булочку чуть раньше вытащила. Маленькая, потому что думала, чтобы не сгорела. Ну, вот смотрите, какой хлебушек. Прекрасный, высокий хлеб. Это булочка маленькая. Вот когда только вытащили хлеб. Он вот такой. Вот этот чуть раньше вытащила. Он уже обмяк. Вот, видите, булочка уже. Вот так. Ничем не накрываю. Есть накрывают. Потом корка будет не хрустящая. Вот он должен остыть вот так. Когда остынет, тогда только резать. И вот такой хлеб у меня около недели даже может лежать. Вот зимой неделю спокойно может лежать булка. Не заплесневит, не зачерствеет. Вот так на столе, я если в ночь делаю, я испекаю хлеб. И у меня всю ночь стоит он вот так, в открытом виде. Утром свежий хрустящий хлеб. Так что закрывать не надо. Не взбрызгивать, не мазать, не закрывать ничем. Сейчас подождем, когда остынет. И я потом разрежу, вам покажу. Вот пока только из печки хрустит прям. Прям хруст стоит. Но корочка пока еще деревянная. Заметили какой высокий стал? Вот форму я, когда положила тесто, вот столько было. И такой высоченный поднялся. А этот так вообще был, там тесто было вот прям чуть-чуть. Тоже пропекся, все хорошо. Маленькая. У меня дочь мало хлеба ест, поэтому всегда говорит, маленькую булочку мне сделай. А то все равно пролежет, будет не свежей. Вот сказала, остывший хлеб должен быть, надо резать. Но нет терпения у меня уже. Все, будем резать. Хрустит-то как. Вот смотрите, хлебушек какой. Он обратно форму возвращает все. Круглый, когда я делаю в сковородке, допустим, не в такой форме, а в сковородке. Вообще вот так прям сжимаешь и разжимается обратно. Ну все, теперь с маслом и с икрой это точно сделаем. Вчера икру делала. Оставлю ссылочку, в уголочке будет. Как икру делаю. Маслица и икорочки. Красота. Да, думаю, никто бы сейчас не отказался от такого шматика. Так, дальнейшие действия буду делать одна. Вам приятного аппетита. Увидимся. Пойду к дочери теперь в гости икорочку возьму и хлебца. Все, до скорых встреч. Не будем надолго прощаться. Субтитры сделал DimaTorzok